Всем привет! Давно на нашем канале не было рецептов, но это больше не повторится. И сегодня хотим поделиться с вами проверенным рецептом квашеных арбузов. Посмотрите, какие только сочные и аппетитные получились! Домашние, а значит вкусные! Ничего сложного нет, главное желание запастись нужными продуктами и набраться терпения, так как пробовать готовые арбузы будете не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Для засолки мы взяли умытый арбуз двух видов, небольшого размера. Желательно брать примерно одинакового диаметра. Листья дуба, вишни, хрена и смородины. У нас растет смородина обычная, не ароматная. Также используем воду, сахар, соль, бочку. Внутри обязательно положить плотный целлофановый мешок или, как мы, пленку в несколько слоев. Ее объем примерно на 100 литров. Еще нужна деревянная крышка для гнета. Сначала подготовим подушку для арбузов. На дно положить листья хрена, дубовые листья, мы взяли уже сушеные, главное, чтобы были чистые. Листья смородины и вишни. Количество не оговариваем, берем по хорошей таки же мене. Ориентируйтесь примерно на то, сколько вы сейчас видите. Если арбуз разнокалиберный, ну, как у нас, к примеру, тогда мелкие оставьте наверх, а крупные сложите на дно. Некоторые советуют делать дырки в ягоде. Мы этого не станем делать, за исключением нескольких, которые будут уложены сверху. Говорят, так надо делать для того, чтобы арбуз быстрее приготовился. Но иногда из-за этого арбуз становится водянистым и теряет плотность. Так как бочка у нас большая и будет тяжелая, мы сначала ее опустим в погреб. К тому же доложим до верха и зальем рассолом. Где-то посередине объема добавить немного листьев и снова арбузы. Несколько штук мы прокололи, чтобы увидеть разницу во вкусе. Верхний слой, а значит уже последний, закрыть листьями. Готовим рассол. На 10 литров сырой из-под крана воды берем 500 г сахара и 500 г соли. Я все взвешивала, хотя показала в баночке. Если вы любите более сладкие, тогда берите сахара примерно в 2 раза больше. Так советуют другие. Размешать до растворения. Итак, готовим рассол и добавляем до тех пор, пока арбуз полностью не покроется водой. Если видно, что под конец воды нужно будет меньше, к примеру пол ведра, тогда порцию сахара и соли поделите пополам. Плотно завязать мешок. Сверху прижать гнетом во избежание образования плесени. Та-дам! Прошло около двух месяцев и время насладиться сочной мякотью квашеного арбуза. Как видите, ягода по плотности получается разная. Вот, к примеру, есть неплотные, потому что арбуз был перезревший. И как показала практика, лучше для засолки брать полосатые. У нас говорят, рябые. Как видите, они имеют плотную мякоть, выглядят красиво и аппетитно. В общем, идеальная домашняя закуска для всех любителей кисленького. Помните, чем дольше арбуз хранится в бочке с рассолом, тем кислее он становится и теряет свои первоначальные вкусовые качества. Готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями. А от себя скажу, что вкус получился отменный. Это наши первые были арбузы. Вкус кисло-сладкий. Зимой достанешь и получаешь удовольствие и ты, и домашние, и друзья. А вам спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.